МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Тогда мы ее уже еще разбирали как студенты, сейчас уже как профессионалы, и это совершенно другой взгляд. И действительно, эта пьеса поражает необыкновенностью драматургических ходов Гельмана. Герой-героиню на протяжении всей пьесы... Мы поясним просто, что там два персонажа всего в этой пьесе. Мужчина и женщина. Мужчина встречает женщину. Ну или женщина долго следила за мужчиной, и потом они встретились. Тут такое дело, все-таки женщины, они как будто бы, ну что ли, ближе туда, к небесам. А вообще есть такая мудрость, что... За счет чего это они ближе к небесам? А вот мудрость есть такая, что даже самые скрытые мужские поведения, желания, все познается через женщину. Бог познает мужчину через женщину. Вот такая есть мудрость. Интересный тезис. И вот мужчина и женщина. И на протяжении пьесы он обманывает ее четыре раза. Четыре раза, когда, ну, в нормальной жизни, когда один раз мужчина обманывает женщину, женщина говорит, ну все. По-разному бывает. Да, бывает по-разному. Но хорошо, обманул ее второй раз. И вроде бы мы, ну, понимаем, что, ну, наверное, уже все. И ничего, никакому оправданию не найти, не имеет места. Он обманывает ее в третий раз. И в третий раз мы уже думаем, ну как это может быть? Да не может быть такого. Да как это? И когда обманывает четвертый раз. И вместе с женщиной обманывает и зал зрительный. И надо сказать, что не устаешь этому удивляться. Гельман потрясающе копается в мужской и женской психологии. И находит те аргументы и мотивы, по которым можно оправдаться. И они действительно, эти аргументы, весомые. И в конечном итоге уже, казалось бы, ну невозможно больше ему верить. А на этом фоне мы начинаем ему верить. Вот эта пьеса сама состоит из парадоксов. Не политкорректно, но без злого умысла. Иронично, но без сарказма. Пристрастно, но по-честному. Правда 24 и Евгений Додолев. С понедельника по четверг в 19.30. На телеканале Москва-24. Я показываю вам что-то на телеканале Москва-24. Иронично, но без сарказма.